То, что по весне дороги в нашем городе оставляют желать лучшего, знают все жители. Но их состояние в области еще хуже. Особенно в разлив незасфальтированные дороги размывает водой. И проехать по ним можно не на каждой машине. Так, в Рыбновском районе Рязанской области стоит деревня Облова. Она располагается всего в полутора километрах от федеральной трассы, но дорог здесь нет совсем. Точнее, они существуют, но найти их может не каждый водитель. Я житель деревни Облова. Живем в пяти километрах от Рыбного. Как вы видите, мы к вам обратились за помощью, потому что у нас нет дороги. Ни выехать, ни заехать мы не можем, так как здесь грязь постоянная. Жители деревни уже давно поменяли свои машины. На легковых автомобилях проехать по глубокой колее из грязи практически невозможно. Даже женщины пересели за непривлекательные Нивы и приезжают на работу по колено в грязи. У нас у всех Нивы, потому что других никак нереально. И после каждой сезона, весна, осень у нас у всех машины в ремонте. Потому что разбивается вся ходовая, ну тут нереально просто. Тут просто плаваешь. Люди из деревни Облова каждый день ездят на работу, сталкиваясь с дорожными проблемами. Автомобили, которые приходится отмывать от грязи, отнимают множество сил. Но проблема дорог не только у жителей, но и у экстренных служб. Здесь ни пройти, ни проехать. Скорая помощь с большими трудами к нам проходит. Вот у меня был случай, с мамой у меня стало плохо, она тут, ей 75 лет. Прежде чем проехать скорой, вызвали пожарную. Пожарная вытащила эту скорую из этой ямы, которая там. Потом только приехала. Это большой энтузиазм у нас, у наших медиков. Жители деревни Облова пытаются добиться справедливости своими силами. Они не раз писали письма в различные инстанции. Но все это впустую. Ходили мы к главе марковского поселения Кмиренкина Наталье Владимировне. Она нам так сказала, что деревню признали неперспективным. А кто ее признал неперспективным, она нам на это не отвечает. С людьми никто не беседовал, никто ничего здесь не узнавал. И как понять, признали деревню неперспективным, если здесь проживает 23 человека, а по ее данным, что здесь прописано только 7 человек. Но если 7 человек прописано, значит должна быть дорога. Им за хлебом надо съесть, за продуктами этим людям. На все вопросы нам так отвечают, что прописано 7 человек, что денег на вашу дорогу нету, что мы вам в октябре защебенили, щебенки нету вообще, практически она вся съелась, так как разлив. Щебенка, которой администрация засыпала дорогу, попросту утонула в грязи. Так что ситуации это не сильно помогло. Дороги у жильцов по-прежнему нет. Отсутствуют в деревне и фонари освещения. Но даже это меркнет на фоне других проблем. Слабое напряжение и отсутствие газа. Здесь лэп, столбы в аварийном состоянии все находятся. Напряжения здесь в деревне не хватает. Проблема газификации деревни стоит очень остро. В облове еще в 2016 году должны были провести газ согласно программе газификации деревень. Но в соответствии с отчетом, этот населенный пункт признан неперспективным. Не помню в каком году, вот люди говорят, здесь собирали деньги на проект, на то, чтобы провести газ. Но так нам в деревне газ не провели, а провели этот газ в подлух. В подлухе, по моей информации, проживает три человека. Но мы не виноваты, что здесь у нас чиновник не живет, что нам не могут газ провести. Если бы жил у нас какой-то здесь чиновник, то я думаю, газ бы нам уже давным-давно провели и дорогу бы сделали. Все мы возмущены, просим вас помощи. Может быть, хотя бы власти города Рязани на нас обратят внимание. Потому что с местной администрации только одни отписки. Перефразируя шотландского поэта Роберта Бернса, хочется сказать. Я ехал к вам, то вброд, то вплавь. Меня хранили боги. Не любит наше чиновье чинить свои дороги.